Питер классно Питер написал серию Ванитас в течение нескольких лет, шлифуя простоту и прямоту, которые демонстрируют эту работу. В этот период он, можно сказать, достиг ранней зрелости. Так, свои одноименные натюрморты Суета Сует 1625 года Харлем Музей Франца Халса. Натюрморт с кубком Наутилиус и опрокинутым Рёмером 1636 года Мюнстер Музей Искусства и Истории Культуры Земли Фествалия. Натюрморт с черепами, прогернутым Рёмером и часами Вена Музей Истории Искусств художник вводит такие символы суеты, суеты, бренности, как сорванный цветок, символ любовных утех, ставшую кубком оправленную серебро-раковину Наутилиуса, внешняя оболочка ушедшей жизни, перевернутую рюмку, пепельницу, неумолимо отстукивающую время часы, догорающую свечу, неровное колебание языка пламени, которое орицетворяет причуды и прихоти сердца и череп. Внешний блеск и демонстративная базантность, свойственные Мюнстерской картине, где в центре натюрмортной группы помещены тяжелая золотая цепь и кубок Наутилиус, была изготовлена в 1596 году Яном Якобсом ван Ройстейном, ныне в Музее Искусств в городе Толедо, США, штат Огайо. Практически отсутствует у мастера его других натюрмортных этого типа. Вместо парадной инсценировки художник пытается показать в них мир, вещей и во всей его непрезентабельной естественности. Продолжение следует... Продолжение следует... Натюрморт с черепом и гусиным пером составлен из тщательно отобранных предметов, искусно расположенных на поверхности в темной комнате. Доминирующим объектом здесь является череп, помещенный на книгу и стопку бумаг. Белое гусиное перо написано на переднем плане. Предмет, на который оно опирается стержнем, выглядит как крышка от бутылки вина. На правом переднем плане кубок из стекла, который основанием упирается в череп. На заднем плане находится красно-коричневая глиняная лампа. Близко расположенные реалистичные детали сочетаются с явной символикой. Разбитое стекло, череп с остатками зубов и погашенный фитиль масляной лампы служат яркими символами краткости жизни. Работая с ограниченной палитрой, класс тщательно выписывает поверхность этих объектов. А расположив их на каменном выступе, соединяет пространство картины со зрительским, делая свое послание еще более убедительным. Темный фон и тусклые цвета придают композиции серьезность и мрачность. Единственный луч света – это отражение окна в бокале. Палитра состоит из коричневых, грязно-белых и желтых оттенков. Исключение составляет фон, который постепенно переходит из черного в темно-зеленый и тетради, также серо-зеленый. Витер-класс использует слепь. Следующие символы – череп, смерть и бестротечность жизни, пустой опрокинутый бокал, погашая ламба, даже богатое и полное удовольствие жизнь когда-нибудь заканчивается. Книга и перо – символы знаний, но рядом с черепом они и означают, что образование бесполезно, поскольку человек смертен. Субтитры создавал DimaTorzok В картине Ванитас натюрморт с черепом и свечой класс уменьшает количество предметов, сосредоточив внимание на двух объектах – подсвечники и черепи. Ванитас натюрморт со скрипкой и стеклянным шаром более сложен. В некоторой степени повторяет мотивы расположения предметов с картиной «Метрополитен-музей». К этому же циглу можно отнести натюрморт с горящей свечой. Он превосхищает натюрморт с черепом и гусиным пером в плане впечатлений от маленького мира отражений и теней, а не мира непредотворотимой встречи со смертью при свете дне. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...